То в жор, то в голод. Ну вот, дорогие мои, и закончились эти полуторанедельные праздники. Надеюсь, что плюс 4 на весах и минус рабочее настроение не только у меня. Но пора таки делать шаг в реальность, ведь здесь гораздо веселее. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Говорят, под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Вот так три сотрудника, они же офицеры управления М-Российской ФСБ, однажды пожелали стать миллиардерами. И вот что удивительно, даже стали. Правда, ненадолго. На этой неделе информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о расследовании Следственным комитетом России дела о трех взяточниках. Они, а это Царев, Манышкин и Ушаков, подозреваются в получении взяток на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. А один из них, Ушаков, как утверждает средство массовой информации, так и вовсе выступил организатором преступного сообщества. Ну, естественно, используя для этих целей свое служебное положение. Поэтому сверх получения взятки его также привлекают по части 3 статьи 210 УК РФ. Подельники Ушакова уже заключили сделку со следствием и наперебой рассказывают следователям, кто, как, зачем и почему. В знак благодарности следствие отправило их под домашний арест. Сам Ушаков пока хранит молчание, поэтому и находится под стражей. Но надолго ли его хватит, пока непонятно. Потому что, ну, помним. Помним мы дело челябинского депутата господина Белоусова, которого за взятку более чем в 3 миллиарда рублей сначала приговорили к 10 годам колонии. Но в конце декабря, неожиданно, этот приговор был отменен Верховным судом Российской Федерации. А дело было отправлено на новое рассмотрение. Вот и тут, чем черт не шутит, раскаются, посотрудничают со следствием и чья-то холодная голова и горячее сердце сжалятся, да и отпустят из СИЗО эти грязные руки. Да я вам скажу, что даже если не отпустят, то отбывать свое наказание эти небожители будут в гораздо лучших условиях, чем сейчас живет более половины жителей нашей страны. Я вот на днях читала материал про Кремлевский Централ. Это такой следственный изолятор номер один, где всегда тепло, вкусно и мухи не кусают. А каждый апартамент этого отеля снабжен всем необходимым. Бытовыми приборами, а также холодильником и телевизором. По которому, кстати, крутят программы, специально записанные для арестантов. В этом изоляторе когда-то находился и известный Япончик, и Михаил Ходорковский, и бизнесмен Сергей Полонский, и бывший министр экономики Олюкаев. А еще Хорошавин, Кумарин и многие другие. Конечно, прежде всего это изоляция, и ничего хорошего в этом нет. Но я вас уверяю, в России точно есть люди, которые завидуют даже изоляции. Ну, в смысле именно такой изоляции. Хотя, еще раз повторюсь, это дело трех до реального срока может и не дойти. Ну, все пять миллиардов надо же куда-то потратить. А между тем, в России всерьез занялись поиском решения проблемы дефицита кадров. Как пишет коммерсант, с нехваткой сотрудников в прошлом году столкнулись 88% предприятий. В этом году в условиях ужесточения миграционной политики, хотя лишение мигрантов материнского капитала, это больше из разряда баба с возу кобыли легче, но тем не менее, может усугубить и без того тяжелую ситуацию на рынке кадров. Поэтому надо искать выход, подумал бизнес-омбудсмен Титов и предложил заставить работать пенсионеров. А ибо нефиг жить бесплатно, да на государственных харчах. Ну и ради такого Титов призвал работодателей создать максимально комфортные условия труда для всех вновь испеченных сотрудников. Например, можно освободить их от выплат социальных взносов, лишь бы только пахали. Ведь согласно официальной статистике, в России более 40 миллионов пенсионеров, и все они до сих пор на заслуженном отдыхе, а могли бы приносить пользу работодатели. Хотя лично я на подобные инициативы смотрю с огромной подозрительностью, потому как это сейчас Титов выкатил свое предложение в формате по желанию, а завтра, если желающих не будет, то еще раз повысят пенсионный возраст, ну или введут налог на тунеядство для тех, кому за 60. Хотя справедливости ради отмечу, что в своей инициативе Титов упомянул еще и молодежь, ну это те, которые еще учатся, но как бы уже могут кое-что и зарабатывать. Но давайте по чесноку, кому нужны сегодняшние студенты? Кафешкам для работы на кухне или официантами? Ну да. Подсобными рабочими? Ну тоже возможно. Одним словом, это все те места, которые можно охарактеризовать термином работа низкого качества, ну то есть не по специальности, без карьерного роста. Я вот помню, что даже получив первое высшее образование, очень долго не могла найти работу, потому что всем нужны были люди с опытом, связями и колоссальной работоспособностью в системе многозадачности. А представить, как это, 21-летняя, я тогда не могла. Ну вот и тут студентов ждет что-то подобное. Либо грязные тарелки, либо нечищенные от снега улицы. Кстати, про улицы. В среду зампредкомитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева решила напомнить всем россиянам старую, но работающую истину, типа спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И если ваш регион, как и мой, тоже засыпало снегом, то не надо наивно полагать, что неприятность эту мы переживем. А по мнению Разворотневой, нужно вооружиться лопатой и самому почистить себе дорогу в светлое будущее. Да-да-да-да. И не надо мне тут сейчас напоминать про налоги, которые мы платим в обмен на обеспечение нас комфортом. Главной по ЖКХ до них нет абсолютно никакого дела. А потому что, во-первых, катастрофически не хватает дворников, а во-вторых, она всерьез считает уборку снега хорошим времяпровождением на свежем воздухе. Внимание, цитата, надо людей стимулировать, помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов. Ведь наш дом – это не только квартира, это еще и территория вокруг него. Конец цитаты. Как говорит Тиньков, сомнительно, но окей. Вот только у меня вопрос, а когда соответствующей помощью народу отличаться и наши родные депутаты? Ведь Россия – это не только их дома на Рублевке, но еще и территория вокруг них, куда входит более 1100 городов. Но об этом они, похоже, забывают. Так что подтянем штаны, возьмем лопаты и как ударим. Не-не-не, не по жопе наглого чиновника, а по бездорожью в собственных дворах. Так, глядишь, и плюс 4, это я про килограммы, уже перестанут быть проблемой. Ну, а чиновники в долгу не останутся, пока мы работаем. Они, как Боня, за нас позагорают. Вы думаете, я просто лежу на пляже? Нет, ребят, я загораю для того, чтобы встреча с вами 16-17 декабря. Я могла прийти отдохнувшей, загорелой, красивой, наполненной солнца, света, зарядить вас. Так что, казалось бы, просто вот лежишь на пляже, а нет, я думаю о вас. И думаю о нашей встрече 16-17 декабря. Ну и последнее на сегодня. В Большом порту Санкт-Петербурга в среду таможенная служба при содействии ФСБ нашла в контейнере из Никарагуа более тонны белого порошка. Содержимое было спрессованным и заботливо упаковано в тысячу брикетов с надписями дорогих известных фирм. Хотя содержимое пакетов и без этих надписей действительно оказалось недешевым. Экспертиза подтвердила, что неизвестное вещество это кокаином, общая стоимость которого оценивается более чем в 11 миллиардов рублей. Вообще случай этот, надо сказать, беспрецедентный, потому как, по словам некоторых спикеров, в порту досматривается очень малая доля контейнеров. И этот контейнер не должен был попасть в это количество. Но звезды сошлись по-другому, что и привело к возбуждению уголовного дела по статье контрабанда наркотиков в особо крупном размере, санкции которой предусматривают даже пожизненное лишение свободы. Вот только есть во всем этом одна проблема, ни получатель, ни отправитель почему-то неизвестны. Так что если в ближайшем будущем счастливый обладатель груза не найдется, его либо прилюдно сожгут, либо он случайно потеряется, предварительно став чьей-нибудь резиденцией. Хотя не исключено, что резиденцией он станет и в первом случае, ведь мы с вами все равно не узнаем, что именно там горит. Ну и на этой прекрасно печальной новости я хочу закончить сегодняшний выпуск новостей. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.